Медицина под особым контролем. В Славянском районе прошла коллегия социальной сферы по вопросам здравоохранения. В работе коллегии приняли участие глава района Роман Синеговский, главы поселений, представители всех социальных отраслей, депутаты. Подробности в первом материале выпуска. Темой заседания стало подведение итогов работы отрасли здравоохранения за 2016 год. Открыл совещание глава Славянского района Роман Синеговский. Одним из факторов, определяющих уровень жизни населения, является качественное и доступное медицинское обслуживание. Поэтому районная власть развитию здравоохранения уделяет особое внимание. Что касается администрации района, непосредственно меня, как главы района, мы старались уделять внимание материально-технической базе. Вы знаете, что в Чернояковской был построен офис врача общей практики стоимостью 11,5 миллионов рублей. Совместно с депутатом Государственной Думы, с его помощью, мы отремонтировали Петровскую больницу, первый этаж, установили рентген-аппарат стоимостью порядка тоже 11 миллионов рублей. Отремонтировали пять фапов в наших уторах. Об итогах работы здравоохранения Славянского района в 2016 году и задачах на 2017-е рассказал главный врач Центральной районной больницы Юрий Просоленко. В отрасли есть проблемы, отметил в своём докладе Юрий Александрович, основная из которых кадровая. Для того, чтобы её решить, в прошлом году была проведена большая работа по привлечению в наш район новых специалистов. В 2016 году в район приглашены и удостоверили 16 специалистов с высшим профессиональным медицинским образованием и 35 специалистов со среди медицинского образования. Единопременно компенсационную выплату в размере 1 миллиона рублей в 2016 году получили 4 врача. Это врач скорой медицинской помощи в Станице Анастасийской, врач-терапевт участковой Славянской, врачебной амбулаторией, врач-ринвенолог в Петровской участковой больнице, врач-врач-учернадки в Токолке Солхозной. В прошлом году заключено 80 любых договоров на обучение в Кубатском государственном медицинском университете, что позволило дальнейшему контрактовать вакантной должности вновь привыкшими на работу молодыми специалистами. Развитие материально-технической базы районного здравоохранения – одна из приоритетных задач муниципальной и краевой власти. Капитальные ремонты медучреждений, приобретение нового оборудования, привлечение врачебных кадров – все эти вопросы решаются системно и в соответствии с планом. В прошлом году был приобретен фитальный монитор для определения двуплодной беременности, рентгенологическая установка в Петровскую участковую больницу, шесть стоматологических установок, стоматологическую поликлинику и многое другое. В районе здравоохранения всех источников финансирования в 2016 году улучшено 859 миллионов рублей. Цифра очень серьезная. На ремонты мы более 15 миллионов рублей потратили, и на медицинское оборудование, на оснащение более 18 миллионов рублей. Вы видите на слайде, тут выполнены ремонты инфекционного отделения, терапевтического отделения, детской поликлиники. В Петровской больнице сделали ремонты, в губернаторском Чёрном Америке, Погорелого, Кровинска, Беликит. Большое внимание в районе уделяется состоянию сельского здравоохранения. В Дни здоровья, которые проводятся регулярно, врачи центральной районной больницы выезжают в самые отдалённые посёлки – хутора и станицы, чтобы все славянцы могли получить высококвалифицированную медицинскую помощь, пройти обследование и проконсультироваться по любым вопросам у терапевтов и врачей узкой специализации. Так, в 2016 году осмотрено более 900 сельских жителей, выдано почти 600 направлений на дополнительное обследование в районных поликлиниках. Эта работа продолжается. В этом году организованы выезды мобильных бригад врачей в те поселения, где отсутствуют медицинские учреждения, а также осуществляется подвоз жителей из отдалённых населённых пунктов в поликлинику номер один. Завершая коллегию, Роман Сенеговский подчеркнул, что работу по совершенствованию отрасли здравоохранения необходимо продолжить. Славянцы должны получать качественное и доступное медицинское обслуживание. Тина Копачевская, Александр Косицын, Георгий Калинин. Программа «События».